ПАЛИАТИВНАЯ ПОМОЩИ В паллиативной помощи нуждаются пациенты с различными формами злокачественных заболеваний, пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового кровообращения и травм, пациенты с деменцией, с болезнью Альцгеймера на поздних стадиях развития заболевания, пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации и пациенты с хроническими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии. Много ли в Ярославской области таких пациентов? В Ярославской области около 4000 таких пациентов. Давайте поподробнее остановимся на том, какую помощь оказывают врачи таким пациентам. Что такое паллиативная помощь? По способам оказания паллиативной помощи она бывает амбулаторная, стационарная и выездная служба. Амбулаторная помощь оказывается таким пациентам в кабинетах паллиативной помощи, в поликлиниках, то есть в тех условиях, когда не требуется круглосуточное наблюдение за пациентом и уход. В настоящее время в Ярославе работают 4 таких кабинета и 4 кабинета в ближайшее время начнут работу в области. То есть что делает врач паллиативной помощи в поликлинике? Это динамическое наблюдение за пациентом, обследование такого пациента. В случае, если есть болевой синдром, это купирование его, выписка рецептов, лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, обучение родственников пациента навыкам ухода за тяжелобольным пациентом. Это при необходимости направления такого пациента в стационар, в паллиативное отделение, в медицинские организации, где есть паллиативное отделение. В стационаре что делают врачи? Стационарная помощь оказывается в паллиативном отделении, когда необходимо круглосуточное наблюдение и уход за пациентом. И также существует выездная служба паллиативной помощи, которая оказывает помощь пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью на дому. То есть оборудование какое-то выдается этим пациентам, да, и потом они оказывают... Да, этим пациентам выдается оборудование для респираторной поддержки, и затем врач контролирует состояние таких пациентов не реже одного раза в месяц. Спасибо вам большое, Ирина, за то, что нашли время и заглянули к нам в студию программы «День событий». Гость программы «День событий» Харина Беляева, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ярославской области по паллиативной помощи.